Ребят, всем привет! Недавно был на металлоприемке и кое-что там нашел. И из этого я планирую сделать полезное приспособление, если получится. А нашел я на металлоприемке вот такой вот пистолет для пены с баллоном. Руками пробовал открутить баллон с пеной, не получается. То есть там все конкретно прилипло. Пистолет уже, понятно, негодный, весь забитый этой пеной, она там высохла. Баллон тоже мне не нужен. Из всего вот этого мне нужна будет вот эта вот верхняя часть. А для этого изначально мне нужно будет выкрутить баллон аккуратно, почистить вот эту деталь, ну и открутить ее от пистолета. Ну все, ребят, все получилось. Теперь откручиваем верхушку. С рук не получится, так же откручивать будем ключом. Самое главное не сдавить ее. Сам пистолет пока мне не пригодится. Я его отложу, там все закоксилось. А для сегодняшней самоделки, для сегодняшнего полезного приспособления, мне пригодится, как я уже и говорил вам ранее, вот эта вот деталюшка. Сейчас я ее почищу, облагорожу, приведу в человеческий вид. И начнем с нее лепить полезные приспособления. Ну вот, более-менее почистил, вот теперь надо хорошо почистить резьбу. Ну а теперь пробьем канал. Отверстие должно быть проходное, насквозь. Резьба нам не нужна, срежем ее болгаркой. Ну а теперь воспользуемся шлифмашинкой. И все это делаю малек облагородим. Ну вот так вот это выглядит. Теперь нам понадобится вентиль для бескамерной резины. Там прям хороший вентиль не нужен, в принципе, можно новый не портить. Хотя у меня есть и новые, и старые. Наверное, что-нибудь посмотрим из старых. А, ну вот, на замену как раз я менял. Менял недавно другу. Так, вот еще есть. Возьмем старый, вот он обрезанный. Все равно взял бы новый и обрезал бы нижнюю часть. Вот его берем. Он нам и подойдет. Короче, взял я старый вентиль. Трещины тут не критичны. Нижняя часть уже обрезана. Чуть-чуть, может быть, придется подровнять. А так он мне полностью подходит. Этот вентиль нужно будет вставить вот сюда. Вот таким вот образом. И вытянуть его за под лицо вот этой вот части. Сейчас, может быть, придется чуть-чуть еще подрезать. И вытянем мы этот вентиль при помощи вот этого вот самодельного ключика. Который я когда-то изготавливал, наверное, лет пять назад. И тоже показывал в видео. Подрезал болгаркой вне кадра. Вот так вот это все выглядит теперь. Теперь вот тут вот клеем с клеем. И вот тут вот тоже пройдемся клеем. Ну вот, друзья, легким движением рук и приспособление готово. Из негодного пистолета для пены, который я нашел на металлоприемке. А сделал я его для того, чтобы вот такие вот пустые баллоны из-под очистителя для монтажной пены можно было заправлять. А как все это делается? То есть вот это вот приспособление накручивается на баллон. Плицом закачивается сюда ацетон. Вкручивается золотник. Закачиваем давление. Я 4 атмосферы закачиваю. Потом выкручивается приспособление с баллончика. И баллончик устанавливаем на пистолет для монтажной пены. Этот баллон у меня пустой. Сейчас я его заправлю. Я думаю вне кадра, так как я уже вам объяснил, как все это работает. Чтобы не затягивать видео и не тратить ваше дорогое время. Так, все, баллон я зарядил. Пистолет промытый, но просто покажу вам, что приспособление работает. Приспособление работает по изготовлению минут 10-15. По экономии дешевле купить литр ацетона, чем вот этот вот самый очиститель для монтажной пены. Поэтому у меня теперь есть пустой баллончик, который я буду заправлять ацетоном. При помощи вот этого вот самого наипростейшего и полезного приспособления. Ну а на сегодня у меня все. И надолго я с вами не прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok